Привет-привет! Сегодня будем делать домашние пряники. Для этого нам понадобится сода, мед, растительное масло, 2 яйца, кефир, сахар и просеянная мука. Отделяем от одного яйца желток от белка. Второе яйцо нам потребуется полностью, а этот белок мы оставим для помадки. В миске у нас одно целое яйцо и яичный желток. Добавляем сюда мед, сахар и взбиваем миксером. После того, как взбили, добавляем сюда растительное масло. И кефир. И еще раз немного взбиваем миксером. В муку я добавляю соду, перемешиваю. Гасить ее не надо, соду погасит кефир. Понемногу добавляем муку с содой в наше тесто и перемешиваем. Так как мука у нас разная, муке может понадобиться чуть-чуть больше. Но мы будем сейчас замешивать не очень крутое тесто. Так понемногу будем добавлять и замешивать. И мы разогреваем духовку на 190 градусов. Когда тесто у нас уже довольно плотное, выкладываем его на рабочую поверхность и бьем руками. Хорошо вымешиваем наше тесто на рабочей поверхности. Я вот так буду вымешивать примерно минут 5. Так, наше тесто готово. Видите, оно тянется, не липнет к рукам. Теперь будем его раскатывать. Раскатываем тесто. Толщиной примерно в сантиметр. Беру формочку и выжимаю кружочки. Нет у вас формочки, берите, просто выжимайте стаканом. Видите, вот такие у нас получаются наши пряники. И так делаем со всем тестом. Выкладываем наши кружочки на пергаментную бумагу с промежуточками на небольшом расстоянии. И отправляем их в разогретую духовку на 20 минут. А за это время будем делать помадку. К яичному белку мы добавили 3 столовые ложки сахара и взбиваем. Нам не нужны стойкие пики, а взбиваем только до тех пор, как белки станут белыми и растворится сахар. Сахар растворился, все готово. Вот такая вот масса нам нужна. Прошло 20 минут. Очень быстро вынимаем из духовки наши пряники и быстренько мажем их помадкой. И отправим в духовку на 5-10 минут. Я думаю, что я намажу помадкой 2 раза. Отправляем обратно. Прошло время. Вот и наши готовые прянички. Мягкие, вкусные, с пылу в жару. Пробуйте. Приятного аппетита!